Да будет свет! В Чебоксарах продолжают строить и реконструировать сети наружного освещения. В прошлом году уличные фонари были установлены в более чем 30 городских дворах. Каковы планы на этот год, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Раньше жителям этого дома приходилось освещать свой путь до подъезда фонариками. Вокруг царила кромешная темнота. Теперь их двор будут озарять две мощные лампы, бетонные опоры и фонари на улице. Установили в прошлом году. Раньше, конечно, темно было ходить. Тут бабушки ходят, маленькие дети ходят, дедушки ходят. Конечно, сейчас мы рады. Спасибо. Сейчас светло стало. Жить хочется. Верим к лучшему. В столице республики благоустраивают и другие улицы. Только в прошлом году закупили более 500 новых ламп. Светлее стало не только во дворах, но и на территориях стадионов и школ. Все последние вот эти школы, у нас кадетская школа, 3-я, 63-я школа, 54-я школа, где остались эти школы без освещения, полностью выполнены. И в настоящее время все школы освещаются. И вот эти освещения первые на баланс городу и обслуживаются предприятием «Горсвет». Сейчас в Чебоксарах проводят свет по самым проблемным адресам. В этот список попали и многие дворы советского периода, там, где уличных фонарей не было предусмотрено изначально. Здесь приходится устанавливать не только новые опоры, но и специальные шкафы. На шести объектах не было вообще уличного освещения, не было даже куда подключаться там никогда. Пришлось устанавливать шкафы уличного освещения, управление уличным освещением, и объекты были введены. Старые застройки, вот дома старой застройки, они почему-то сдавались без наружного освещения. И поэтому вот эти объекты, администрация обо всех объектах знает, обо всех адресах, все адреса известны, и постепенно будем эти вопросы решать. Здесь очень много коммуникаций, деревья очень много. Пришлось тут ветки перейти, по коммуникациям очень много разбирались, потому что некуда ставить внизу, очень много коммуникаций. Из-за этого вот это технически сложно было. В этом году в каждом районе города на остановку уличных фонарей выделят более трех миллионов рублей. Подрядчики уже определены, работы начнутся в ближайшее время. Митрий Ковалев, Александр Петров, Республика.